Привет! С вами снова Александр. Сегодня я вам расскажу о классной новиночке от компании Априка. В серии Люксуна появилась новая моделька 2019 года, которую действительно допилили, сделали пребывание ребенка более комфортным. Особенно тогда, когда вы едете по плохой дороге, брусчаточки какой-то, по неровностям. Здесь установлена дополнительная система отгашения вибраций, простым языком амортизация для ребенка в сидении. Добавили новые материалы. Поэтому, в принципе, моделька интересная. А вам, если интересен этот обзор, садитесь поудобнее и поехали его изучать. Ну что, собственно, давайте начнем с вами обзор колясочки новой версии Люксуны. Моделька, кстати, 2019 года. Давайте в двух словах технические характеристики вам расскажу, потом начнем изучать. Кстати, ссылку на эту коляску Априка в первую коляску магазин я дам в описании ссылочку. Там будут технические характеристики актуальной цены. Напомню, если в обзоре вам понравится эта коляска и вы захотите ее приобрести, смело нажимайте купить. День в день вам привезут. Тут даже можно заказать еще какую-нибудь коляску. Привезу две, и вы сможете выбрать, сравнить, как вариант, например, другую модель Априки. Ну или ее конкурентам. Собственно, есть возможность заказа двух колясок на выбор. Так что не испускайте эту возможность, попробуйте. Ну что, давайте технические характеристики. Коляска вообще предназначена для детей с рождения до трех лет. Максимальный вес ребенка не больше 15 килограмм. Можно катать ребенком. Это вот такие основные характеристики. Весит она, кстати, меньше 6 килограмм, по-моему. Да, 5,7 килограмма сама коляска весит. Так, давайте немножечко посмотрим на колясочку со стороны. По сути, это типичная Априка. Проезжая там Люксуна, другая, там, лайт, не лайт, неважно. Их очень трудно различить, эти коляски. Кроме вот Оптия у них есть самая большая, старшая модель. Та покрупнее. Это, например, напоминает комфорт-версию. По сути, я думаю, что на той же базе и сделана, просто доработана. Вот. Типичная Априка. Что касается ручки. Давайте вот с ручки начнем изучать. Сверху вниз пойдем. Что мне очень сильно нравится, здесь сейчас есть эко-кожа. Эко-кожа я сильно люблю в ручках. Я не очень люблю губку, потому что она имеет свойство, скажем так, она не такая долговечная и приятная на ощупь. Эко-кожа самое оно. Естественно, ручка здесь не регулируется. У Априк это почти везде не регулируется. Подчеркну, почти везде. Здесь ручка перекидывается. Кстати, сразу про ручку. Давайте я ее перекину. Смотрите, важный момент. Когда мы перекинули ручку, у нас раз, и поворотные колеса меняются местами. Это круто. На самом деле, очень удобно. Маневренность вы не теряете. Бывает такое, что перекинешь ручку, поворотные остаются передние, то бишь уже задние, и коляска все, уже так не рулится. Это не то. Смотрите. Заблокировалось. Все. Поехала дальше. Вот. Это вот фишка. Визитная карточка Априки. Так. Что касается, кстати, сидений. Сидений, в принципе, нормальные, полноразмерные. Сейчас подножечка здесь регулируется очень интересным таким способом. Здесь, как салазки, заезжает и выезжает подножка. Можно задвинуть, она заедет, выдвинуть, и у нас появится подножечка. Так. Кстати, в комплекс идет комплект фирменных вкладок для ребенка. Это, кстати, тоже визитная карточка от Априки. Это их ученые японские разрабатывали, специально просчитывали анатомию тела ребенка. И для новорожденного очень рекомендуется использовать эти вкладыши. Это под затылочек, под головку. Это под поясничку ребенка. Поэтому пока маленький, хотя бы месяцев до 3-4 используйте этот вкладыш. А тот, что под голову, я бы его так и оставил. Реально удобно, когда у вас держит затылочек что-то. Так. Сидение нормальное, большое. Ткань, кстати, дышащая. Ткань это очень круто. Вообще Априка очень, скажем так, старается сделать пребывание ребенка летом в жаркое время комфортным. Здесь дышит ткань, здесь используются фольгированные экраны, чтобы снизу, чтобы жар от асфальта не напрягал ребенка. Здесь большие козырьки для этого использованы. Козырек, да, действительно, вы видите, он большой. Что тут скажешь. Что касается безопасности. Пятиточные ремни. Мягкая накладочка есть на паховой зоне. На плечевой нету. Так. И, естественно, бампер. А бампер у Априки он никогда не жесткий. Он всегда вот такой вот гибкий. Но на самом деле это с какой-то стороны хорошо. Ребенок зубами не ударится. И легко его откинуть в сторонку, чтобы посадить ребенка. Ну, это, в принципе, на многих версиях так. Что касается спиночки, еще момент. У Априк многим это не нравится. Здесь это не изменили. Я вам сейчас даже точно в цифрах схожу. Наклон спинки от 125 градусов до 175. 175 это хорошо. 125 с точки зрения медицины это хорошо. Ребенок в полусидячем положении находится. Это не нагружает его позвоночник. Но ребенку интересно сесть. Вот ему что-то надо смотреть. Здесь бампер гибкий. Держаться за него не так удобно, как было бы за жесткий. И получается, что ребенок все равно сидит сам по себе, а спинка где-то сзади. Ну, когда отдыхает, понятно, хороший наклон. Ну, а в целом, чуть-чуть бы угол, вот еще хотя бы, не знаю, 105-110 градусов был бы. Тогда было бы получше. Что касается регулировочки самого сидения, здесь тросики. Нажимаем. Вот, кстати, здесь этот фольгированный экран находится, что отражает жар. Это круто. Так, все. Вот так мы кладем. И ребеночек отдыхает. Ремешки. Точнее, здесь не ремешки, здесь тросики. Растягиваем в разные стороны, и спинка поднимается. Кстати, что касается комфорта. Понятно, летом жарко, хорошо здесь все устроено для этого. Но здесь, как я уже сказал, есть интересная система, которая установлена здесь в сидении. Я постараюсь найти фотографию, сейчас где-нибудь всплывет. Здесь установлена система гашения вибрации от дороги. Другими словами, просто дополнительная амортизация для ребенка. Само сидение здесь на вот такой дуге. И получается, что, смотрите, какой огромный ход. Где вы еще такое видели? У компании Joy еще есть подобная система в специальной линейке Signature. Вот, поэтому это круто. На самом деле, ребенку здесь отлично. То есть, он не чувствует тех вибраций, то, что чувствуете вы на ручке. Это круто. Так, что касается амортизации на самом шасси. Вы видите, она есть. Да, на всех четырех колесах есть амортизация. Тормоз. Вот, не знаю, как к этому относиться, но мне лично не заходит. То, когда тормоз я вот ставлю и думаю, что сейчас она остановится, а блокируется только то колесо, на котором я и нажал тормоз. Тут четыре тормоза, на самом деле, хочется одним движением, и она встала. А надо ставить каждое колесо отдельно. И когда пытаешься его разблокировать, получается, нужно попасть туфлей, кроссовком, не знаю, что на вас будет, между колес. И оно достаточно тугой ход имеет у тормоза. Поэтому, не знаю, эта система такая. Ну, как бы, с этим можно жить, как говорится. Ничего в целом страшного. Но, дорогие туфли, не одевайте на прогулку. Так, давайте теперь о багажнике немножечко поговорим с вами. Багажник из плюсов, неоспоримых плюсов, это то, что багажник находится высоко от земли. То, что он у него с тонюсенькой сеточки. И то, что у него хороший доступ. Вот, поэтому в плане того, что там положить что-то крупное более-менее, проблем не возникнет. И то, что он из ткани, а не сеточки. Если это какие-то лопатки, там еще что-то такое детское, то меньший шанс, что вы его порвете. Так, по багажнику все. Фишка колясочки Априк в том, что мы можем делать вот так. Она стоит сама по себе. Ее можно катить, как чемодан. В общем, для путешествий Априк это самое оно. Если путешествует еще туда, где очень жарко, на Априку, бы, наверное, обратить внимание в первую очередь. Есть конкуренты, о них тоже будут обзоры скоро на канале. Но сейчас я говорю о Априке. И она, наверное, все-таки практически лидер для колясок, для путешествий в жаркие места. Потому что она реально делает все, чтобы ребенку было комфортнее. Ну, а теперь еще вот в этой непосредственно новиночке 2019 года вот такая вот система амортизации на сиденье, которая гасит вибрацию от дороги. Это круто. Мы же хотим, чтобы нашему ребенку было комфортно. Пожалуйста. Так, в принципе, по-моему, ничего не забыл. Да вроде все, что хотел рассказать, рассказал. Если что-то забыл, напишите в комментарии, что я, может быть, не показал. Вот. Я потом отдельно на это отвечу. Вот. Ну, и, в принципе, пишите свое мнение. Купили бы вы себе такую или что бы еще вы купили за место нее. Будет интересно почитать ваше мнение в комментариях. Вот. Ну, собственно, если это видео было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И в заключение большое спасибо первой коляске, что предоставили нам Априку на обзор. Я вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора колясочки для ваших путешествий с ребеночком. И всего добра.